В Сибае медицинские работники не подтверждают сведения о росте заболеваемости в связи со смогом, который накрыл город в конце прошлого года. Местные жители продолжают настаивать. Именно по этой причине у людей обострились имеющиеся заболевания, а лечебные учреждения напоминают туберкулезный диспансер. Напомню, накануне в Сибае побывал в Рио главы Башкортостана. Радий Хабиров всесторонне оценил проблему. Посетил карьер училинского горно-обогатительного комбината, обсудил ситуацию с городскими властями, экстренными службами, медиками и населением. Сегодня в городской больнице побывал и наш корреспондент Сергей Политавкин. Сейчас он выходит на прямую связь. Сергей, здравствуй, тебе слово. Да, Олег, здравствуй. Мы находимся, работаем в городе Сибае уже на протяжении второго дня подряд. Хочу сказать, что на данный момент, ни вчера и ни сегодня, мы какого-то дискомфорта в плане дыхания или каких-то запахов смога в Сибае не ощущаем. Однако местные жители говорят, что это достаточно обманчиво, потому что просто ветер не в сторону города сегодня дует, поэтому никакого смога и прочих неприятных явлений здесь нет. Хочу сказать, что местные жители говорят о том, что смог очень влияет на здоровье их детей. Они кашляют и даже доходят до рвоты. Однако, когда они приходят на прием к врачу, им прописывают антибиотики. Якобы это болезнь, простуда, ОРВИ или грипп. Сами жители не верят в эти диагнозы. К ним сегодня приехали несколько десятков врачей из республиканской больницы. Большие очереди уже к ним записались. Люди, они хотят знать действительно, каково здоровье их детей, что с ними происходит. Многие из них считают, что виной заболеваний их детей именно тот смог, который уже несколько недель в городе периодически случается. Предлагаю послушать, что говорят люди. С дочкой попали в больницу. Все началось 14 декабря, когда вот как раз пошел вот этот смог. Она приехала у меня в санаторию. Мы попали в больницу с баронхитом. Врач послушала, все сказал, жесткое дыхание поначалу. Потом началось все так, что дыхание нормальное стало, все, а кашель не проходит. Постоянно кашляет, 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 кашляет. Сейчас мы лежим в лоре. Также нам делают антибиотики, при том еще уже тяжелые антибиотики с диксаметазоном, потому что утверждают, что возможна аллергия. Я сама думаю, что это все из-за этого смога. Нам удалось побывать сегодня в центральной городской больнице Сиба. Так вот, руководство клинической клиники говорит о том, что пока нельзя точно говорить, что случилось с детьми, которые кашляют, которые болеют, которые жалуются на свое здоровье. На самом деле, выяснение причин сейчас ведется. На самом деле, также врачи говорят о том, что количество жалоб населения в последние дни существенно снизилось. Говорят о том, что даже на порядок стало меньше иногда. Но жители предыдущих поселков, которые прилегают к Сибае, все-таки жалуются. Те люди, которые живут более близко к карьеру, чем городские жители. В общем, получается так, что контроль экологической обстановки ведется постоянно. Но причин ни заболевания людей, ни еще каких-то вещей пока точных назвать никто не берется. Олег, тебе слово. Спасибо, Сергей. Напомню, это был Сергей Политавкин прямо из Сибае. РБК УФА продолжает следить за развитием ситуации в городе.